Седьмой сезон СВАТОВ после выхода будет одним из самых просматриваемых сериалов, ведь сотни тысяч поклонников из разных стран с нетерпением ждут его выхода. Сейчас я вам расскажу 7 фактов про седьмой сезон. Ну и, конечно, скажу его дату выхода. Обязательно досматривайте до конца, а мы начинаем. Первый факт. Наверняка вы помните Женьку, которую исполнила актриса Анна Кошмал. Интересно, что когда ее пригласили на съемки пятого сезона, ей пришлось перекраситься из блондинки в брюнетку. Но с этого момента прошло уже 10 лет, поэтому в седьмом сезоне Женька будет с натуральным цветом волос. Второй факт. СВАТЫ – это дорогое искусство. Бюджет сериала держится в тайне. Доподлинно известно, что серии прежних сезонов обходились для российских телеканалов до 200 тысяч долларов, для украинских – 100 тысяч долларов. Учитывая тот факт, что в шести сезонах в общей сложности было 64 серии, то прибыль квартала 95 составила минимум 20 миллионов долларов, не считая дохода от белорусских каналов и интернет-показов на ютубе. Это еще около полутора миллиона долларов. Но зато я знаю, что вы можете купить для себя или знакомому в подарок намного дешевле. Ведь хит этого года – мозаика Мазабрик. Это невероятно крутой и бесконечный конструктор. Поясню. Из маленьких элементов пяти цветов можно собрать любое на ваш вкус фото в стиле пиксель-арт. Самое главное, что если собранная картина вам надоест, вы легко можете разобрать мозаику и собрать другое фото. И так до бесконечности. Лично я очень долго выбирала подарок своему другу и остановилась именно на Мазабрик. Сразу скажу, что от моего подарка все были просто в восторге. И сейчас данная мозаика висит у моего друга на стене. Зайдя на их сайт и введя код сборки из инструкции, вам предлагают загрузить любое фото любого человека. После этого мгновенно на вашу электронную почту приходит инструкция по сборке, а дальше на ваш взгляд. Можно собирать с гаджета, а можно распечатать. Ну а так как конструктор универсален и собирать можно любое фото, то дарить можно кому угодно. И когда угодно. На свадьбу, день рождения, годовщину и так далее. Кстати, на фото размер S. А теперь представьте, какая огромная картина получится из набора размера L или M. А если вы купили, к примеру, размер S, а спустя какое-то время еще набор, вы можете их объединить воедино. И ваша картина будет еще больше и больше. Заходите на официальный сайт производителя mozabrik.ru по ссылке в описании и выбирайте. А по промокоду SWATY будет идти скидка в 20%. Третий факт. На данный момент никто не может сказать точное количество серий в седьмом сезоне. Например, вот в этом интервью Добронравов Федор, исполнявший роль Ивана Будько, говорит, что будет 16 серий, как и в шестом сезоне. А в инстаграм-трансляциях Анна Кошмал все время говорит, что будет 12 серий. Кому верить, пока непонятно. Хотя все-таки мы можем предположить, что будет 16 серий. Так как на фото со съемок видно, что написана 16 серия. Четвертый факт. В седьмом сезоне мы увидим сразу два перемещения во времени. Сначала мы увидим сон Берковича, в котором ему приснится, что Ольга и Александр Берковичи богатые и значимые люди. В конце 19 века. А Иван и Валентина Будько их рабочие. Посмотрите, какие же интересные костюмы и какие необычные локации у героев. А здесь они делают совместное фото. Давайте его посмотрим ближе. В нижней части мы видим Ольгу, Александра и Катю Берковичей, а также их собаку. В верхнем левом углу Иван Будько обнимает Женьку. Посередине Алексеевич и Валюха. А слева Леха и, видимо, какой-то новый герой. Следующее перемещение во времени – это молодость главных героев. Очень много фотографий молодого Ивана Будько. Его сыграет сын самого Федора Добронравова, Виктор Добронравов. Помните, нам говорили в шестом сезоне немного про их молодость? Так вот, в седьмом сезоне мы все это увидим. И свадьбу Ивана и Валюхи, и знакомство Ивана с Митяем, и многое-многое другое. Итак, сначала нам покажут сцену знакомства Ивана и Валюхи. А на этой фотографии мы видим, как молодой Ваня пробирается в окно с цветами к молодой Вале, которую будет играть актриса Дарья Рыбак. На этой сцене запечатлен, скорее всего, их первый поцелуй. На этой фотографии видно, как они стоят вместе и смотрят на кого-то на крыше. Возможно, это даже и Митяй. А тут они стоят в поле, обнимаясь. Далее нам покажут, как Ваня сделал предложение, рассыпав на поле зерно. Туда прилетели птицы, все склевали, и получилось имя Валя. Пятый факт. Скорее всего, в седьмом сезоне мы увидим Анатолича. Но, конечно, он не будет там сниматься, так как мы помним, что в пятом сезоне его умертвили. Он появится в виде воспоминаний. Вообще, в Сваты 7 будет много ностальгии. Все герои вспомнят их приключения за эти многочисленные годы. И отдых в Турции, и их отель в Крыму, Женьку Гота и многое другое. Там мы и увидим сцену с Анатоличем, но просто вырезанную из предыдущих сезонов. А узнать реальную причину ухода Анатолия Васильева из Сватов можно по подсказке сверху. Мы делали отдельный ролик. Шестой факт. Свадьба Жени и Джека. В седьмом сезоне в Россию из Англии снова приедет Джек, англичанин из шестого сезона. По какой причине он снова приедет, неизвестно. Но уже точно понятно, что он будет вместе с Женей. А потом и вовсе они поженятся. Скорее всего, в одной из серий они признаются друг другу в любви. А дальше Джек сделает предложение. Женя согласится, и начнется подготовка к их свадьбе. А зная, что мнения Берковича и Будько совпадают довольно редко, нас ждет много споров и приключений героев. На их свадьбу, конечно, приедет мама Джека. Звать ее будут Кейт. И по моим предположениям, будет она со специфическим характером. Но это мы узнаем позже. Посмотрите только, как кучугурские бабушки и дедушки странно поглядывают на нее. Непривычно им видеть гостей из Англии. На фото можно видеть, что свадьба будет посреди поля. На групповом фото мы можем видеть почти всех знакомых героев. Алексеича, Любу, Близнецов, маму и папу Жене, Ольгу, Берковича, Катю, Женю и Джека. Наших любимых друзей Митяя и Ивана, Леху. Потом, возможно, еще новых героев. Друга Жени, Михаила Трухина, Жука. В общем, всех наших любимых героев собрали вместе. И последний, седьмой факт. В сваты 7 будут все старые, привычные нам герои. К сожалению, в 2019-2020 годах ложные СМИ выпускали фейковые статьи о том, что какой-то герой уходит из сериала. Писали про уход Людмилы Артемьевой, Ольги Николаевны. Про якобы уход Анны Кошмал, Женьки. Про Олесю Железняк, Ларису. И многих других. Но это все желтые СМИ. И все наши любимые герои будут. Про это даже говорила Анна Кошмал. Не будет только двух персонажей. Родителей Ольги Николаевны. Они, к сожалению, умерли. Владимир Зельдин 31 октября 2016 года. И Ольга Аросева 13 октября 2013 года. Ну и, конечно, будет много новых героев. Многим известный Михаил Трухин будет играть ведущего свадьбы Жени. Когда будет процесс подготовки к свадьбе, сваты будут искать туда ведущего и встретят Палыча. То есть Трухина. Степаныч, ну не обижайся. Я бы, правда, со всей душой, но так получается. Сказал предполагаемый ведущий Палыч, Михаил Трухин. Да и иди ты со своей душой. И откуда она у тебя вообще? Ты же ее пропил давно вместе с инструментами из оркестра. Ты не человек, ты мумия. Так что гори в аду. Ответил Иван Будько и пошел к машине. А Валюха в машине говорит. Не, Оль, ведущего пока нету. Будем по объявлениям звонить. Вот так, Валюха, делай когда-нибудь людям добро. Иван садится за руль и громко хлопает дверью. А шо, мы Палычу когда-нибудь добро делали. Но могли бы. А теперь точно, хрен ему. Да, прогнила у нас интеллигенция до самых низов. Всех менять надо. Всех. А также масленичного деда. Также в новом сезоне будет сцена, где они будут праздновать масленицу. И там мы также его увидим. А про других новых актеров вы можете узнать в ролике, который вы видите в подсказке. А сейчас я вам расскажу полную историю съемок Сваты 7. После завершения съемок шестого сезона Сватов, никто не думал, что Сваты 7 будут. Ведь планировали на этом завершить сериал. Но Квартал 95 увидел, как люди ждут продолжения сериала. На телевидении Сваты были одним из самых рейтинговых сериалов. А на ютубе серии набирают десятки миллионов просмотров. И вот в 2016 году решили все-таки снять 7 сезон. В 2017 году многие актеры делились в интервью, что 7 сезон снимают, и он уже совсем скоро выйдет. Скучились по своим образом. Я так по Валюху просто скучала очень. Счастье, долгая разлука. 5 лет все-таки ничего не было. Я приезжала сюда и приезжаю с радостными гастролями, с одной гордой антреприз. Тогда съемки проходили в Минске, хотя абсолютно все прошлые сезоны снимали в Украине. К сожалению, политические отношения между Россией и Украиной за годы ухудшились. А многие актеры русские. Квартал 95, снимающий сериал «Украинский». Тогда еще запретили показ сватов на Украине. Сейчас же этот запрет снят. Как говорят актеры, они просто тихонечко въехали в Беларусь. Инна Королева, исполнявшая роль мамы-близнецов, делилась с подписчиками роликами со съемок. И говорила, ждите нас в 2018 году. Но оказалось совсем не так просто. В период с 2017 по 2018 год сняли больше половины сериала. Однако съемки приостановили. После съемки возобновили только в начале 2020 года. А дальше всеми известный коронавирус, который перекосил все планы не только сватов, но и других фильмов и сериалов. Сваты не могли собраться на одной нейтральной территории, ведь границы могли закрыть в любой момент. А это очень большой риск. И поэтому съемочная группа ждала именно этого момента. Этого лета 2021 года. Пока ситуация с эпидемией станет не настолько опасной. Сейчас многие актеры говорят, что уже в ближайшие месяцы должны доснять сериал. Главное, чтобы не было еще одной волны коронавируса. А иначе съемки снова не смогут продолжиться. Надеемся на лучшее. Давайте подведем итоги. Сваты 7 выйдут уже этой осенью, если съемки завершатся этим летом. Это зависит исключительно от обстоятельств. А то есть от коронавируса. Если вам понравился данный ролик, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Здесь вы первым узнаете про выход седьмого сезона. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.